Здравствуйте! В эфире «Арсенал» в студии Владимир Бурко. На полигоне Осиповичские батареи самоходных установок «Гвоздика» состязали за звание «Лучшие в ракетных войсках и артиллерии». Среди конкурсных этапов – вождение боевых машин по пересеченной местности и выполнение огневых задач. Вместе с судьями за секундомером следила и наша съемочная группа. Звание «Лучшие артиллерийской батареи» сейчас оспаривают четыре команды. Соревнованием на главной арт-площадке вооруженных сил предшествовал отбор в воинских частях и оперативных командованиях. Основными целями этих состязаний мы ставим проверить и оценить уровень подготовки личного состава артиллерийских батарей, причем всех специальностей в этой артиллерийской батарее, оценить уровень слаженности артиллерийской батареи и готовности этой батареи выполнять задачу по предназначению. Здесь присутствует дух соревновательности. Здесь ты не просто выехал на свой полигон и работаешь там сам. Здесь хочется показать лучший результат. Поэтому это сплачивает коллектив, это позволяет выполнить задачу как можно быстрее. И я считаю, что такие состязания должны проводиться и нужно их проводить. Подобные старты в ракетных войсках и артиллерии проводятся во второй раз. Программа разработана с учетом специфики боевой работы подразделений. Если на начальном этапе оцениваются индивидуальные навыки солдат и офицеров, то в ходе боевой стрельбы аккумулируются возможности подразделения в полном составе. Завершающий этап состязаний является в наиболее сложном. Каждая артиллерийская батарея должна совершить марш, занять подготовленные, неподготовленные огневые позиции, выполнить задачи прямой наводкой, задачи закрытых огневых позиций. При этом все перемещения батареи в числе в сложных условиях обстановки. Последние приготовления перед стартом и расчеты занимают места в самоходках. С этого момента включается судейский секундомер. Семикилометровую дистанцию батареи преодолевают за 8-9 минут. При этом скорость на маршруте достигает 60 км в час. И это с учетом сложного рельефа местности. С прибытием на огневую позицию офицеры батареи приступают к разведке местности. Расчеты готовят машины к стрельбе. Наводчик выставляет базу, измеряет дальности, панораму выставляем. Строим параллельный веер, дабы сориентировать орудие в основном направлении стрельбы. Ну и после чего старший офицер батареи уже продолжает команду давать угломеры разлом до вороты. Это уже арт-час для командиров. На все операции отводится не более двух минут. И сразу же первый залп. Если цель не плановая, время по нормативу там нет две с половиной минуты на оценку от лица. Мои расчеты сегодня выполняли меньше двух минут. Процесс получения команды от руководителя, то есть цели, и процесс первого залпа по этой цели – это не более чем две минуты. Цель площадная, а потому попадание основного орудия в радиусе 20 метров от мишени – оценка отлично. Артиллерия – это коллективная работа. Каждый солдат имеет свою роль. Начиная от механика, водителя, заканчивая командиром батареи, командиром дивизиона. Каждый вносит сюда свой вклад. Это большой труд. Самое сложное считается выполнение задачи любой закрытой огневой позиции. В связи с тем, что личный состав не наблюдает непосредственно цель и выполняет огневую задачу только по данным, которые приходят к нему из команды наблюдательного пункта. Цель видит только командир батареи, который ставит задачу на ее поражение. Огневые задачи сменяют друг друга. Всего по условиям состязания их девять. Часть из них – стрельба прямой наводкой. Некоторые расчеты поражают цели не просто точно, а снайперски метка. Как, например, самоходка младшего сержанта Сергея Езерницкого. Мы знали, что делать. Каждый знал свое место. И вот мы показали то, что мы умеем, то, что мы можем. И показали это на отлично. Все подразделения выполнили все задачи. Ниже оценки – хорошо. На отдельных этапах все подразделения выполняли на оценку – отлично. На протяжении всех этапов подразделения идут, что называется, «ноздря в ноздрю». В таких условиях, как утверждают артиллеристы, победа вдвойне ценней. На этот раз лучшей стала батарея самоходок Гродненской механизированной бригады. В эфире «Арсенал». О новостях армейской недели в информационном обзоре программы. В Минске стартовала восьмая международная выставка вооружений и военной техники «Милекс-2017». Свою продукцию в белорусской столице экспонируют порядка двухсот предприятий и холдингов. Кроме презентации и разработок, салон стал местом делового общения, заключения взаимовыгодных договоров, обмена идеями. Оружейный форум проходит на трех площадках. Здесь можно не только увидеть новейшие образцы, но и оценить их боевые возможности в ходе демонстрационных показов. Впервые на выставке организовано проведение прямой трансляции ключевых событий. Официальный организатор вещания – телекомпания «Воен-ТВ». В следующих программах наши корреспонденты подробно расскажут о крупнейшем восточноевропейском регионе салоне вооружений. Выездное заседание постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности прошло в военном комиссариате Октябрьского района Линска и в 120-й механизированной бригаде. Депутатов ознакомили с особенностями системы воинского учета и организации боевой подготовки. По словам парламентариев, подобные встречи позволяют учесть все нюансы при разработке законопроектов в оборонной области, где уже в ближайшей перспективе ожидается ряд изменений. В штурмовой авиационной базе проходит летное тактическое учение. В тренировке задействовано 15 воздушных судов. Учебно-тренировочные Л-39 ведут разведку, экипажи Су-25 и Як-130 работают с боевым применением всех средств поражения. На полигоне Ружаны авиаторы наносят массированные и точечные удары по различным целям, в том числе с предельно малых высот. В Минске прошел финал армейского конкурса «Семья. Кристалл общества». На сцену Центрального дома офицеров вышли семь супружеских пар. Они приставили визитную карточку, участвовали в творческих конкурсах. В итоге первое место заняла Чита Гусаковых из авиабазы в Мачуличе. На втором – пара кумяковых из Борисовского гарнизона. Третье – семья Дмитрия Брюлюка из инженерной бригады. Золотая статуэтка 13-го национального телевизионного конкурса «Телевершина» у ВАЕН-ТВ. Телекомпания обошла всех участников престижной номинации «Лучшая социальная реклама». Серебряными дипломами отмечены информационно-познавательная программа «Арсенал» и документальный фильм «Живущие небом» о белорусских военных лечениях. В Беларуси началась отправка молодого пополнения войска. Торжественные ритуалы проходят по всей республике. По традиции новобранцев провожают в армию родные и близкие, представители общественных организаций, ветераны. Солдатами, как известно, не рождаются, ими становятся. Причем одна из самых сложных дистанций этого непростого пути первая, когда будущие воины настраиваются поменять уклад жизни и статус. А потому так, кстати, сейчас поддержка родителей, друзей, близких, которые пришли проводить будущих защитников Отечества. Призывников Минской области напутствуют в знаковом месте у Кургана Славы. Начинать здесь службу не только почетно, но и ответственно. Пятый раз мы с Кургана Славы отправляем вообще с Минщины на вооруженные силы Республики Беларусь в этот призыв до полутора тысяч человек. Эти призывники будут с честью и достоинством служить в вооруженных силах. С учетом своей подготовки, наклонности и пожеланий большинство новобранцев еще в военкоматах выбирают конкретную воинскую специальность. Многие стремятся попасть в ряды сил специальных операций. Показательные выступления представителей этого рода войск – яркий фрагмент праздника. Друзья все служили, сказали, будет трудно, но если ты мужик, ты пройдешь. Тебе будет хорошо. Спасибо. Вспоминайся об этом с улыбкой. Я давно хотел попасть в армию, но учился, получил высшее образование. Я лично считаю, что мужчина должен отслужить, должен пройти испытания. Ну и научиться защищать Родину обязательно. Отправка пополнения войска продлится до 31 мая. Новобранцы придут на смену тем, кто в эти же дни увольняется из армии в запас по истечении срока службы. Представителями воинских частей завершена плановая работа по всестороннему изучению и отбору призывников, направляемых на комплектование вооруженных сил других войск и воинских формирований. Учитывая потребность войск в новом пополнении, на их укомплектование планируется направить до 10 тысяч человек. Кроме того, в этот же период планируется направить до 1 тысячи человек для прохождения службы в резерве. В самое ближайшее время новобранцам предстоит освоить первичные навыки армейской науки. 10 июня все они будут приведены к военной присяге. Многие из новобранцев целенаправленно готовились к службе в армии и уже сегодня планируют связать свою дальнейшую жизнь с вооруженными силами. Наш корреспондент познакомилась с одним из таких мотивированных призывников. Живет на свете молодой человек. Окончил школу, торговый колледж, теперь работает контролером-кассиром в гипермаркете. Зовут этого приветливого, доброжелательного парня Дмитрий Пишевич. Он надежный. На него можно положиться в любых ситуациях. От покупателей он получает благодарности. Жалко, конечно, расставаться с такими кадрами. Причиной скорого расставания с трудовым коллективом стала повестка из военкомата. Впрочем, для Дмитрия призыв на срочную службу не был неожиданностью. Мы познакомились с ним где-то полгода назад. Он изъявил желание пройти обучение подготовки водителя категории БЦ в ДСАФе. Изъявлял желание с самого начала пройти свою службу в силах специальных операций. К армии Дмитрий готовился серьезно. Плавание, конный спорт, упражнения дома и на стадионе сделали свое дело. Проблем с медкомиссией у призывника не возникло. Как признается Дмитрий, для него вдвойне почетно пополнить армейский строй в дни празднования Великой Победы. Ведь ее приближали и его предки. Радик у меня был командиром минометного отделения. Участвовал в освобождении города Вены. Получил медаль за отвагу, так как своим точным огнем накрыл расчет немецкой батареи. Планировал поступить в военную академию на факультет военной разведки. Ну а тем парням, кому доведется постигать армейские профессии, о которых остросюжетное кино снимают реже, чем о разведчиках, отчаиваться не стоит. Для работы со сложной военной техникой их способности обязательно пригодятся. В Белорусской армии идет интенсивная подготовка к международным армейским играм. На полигоне под Минском к соревнованиям «Безопасный маршрут» готовятся военные инженеры. В атмосферу тренировок погрузился наш специальный корреспондент Сергей Чураков. Военные инженеры участвуют во всех, без исключения учениях и тренировках войск. Среди ключевых задач подготовка маршрутов для передислокации подразделений, наведения переправ через водные преграды, прокладка путей в труднопроходимых местах. Эти же навыки демонстрируют специалисты на международных армейских играх. На соревнованиях готовятся три экипажа и саперное отделение. Экипаж расчета БАТ-М, экипаж расчета МР-2 и экипаж расчета тяжелого механизированного моста ТММ-3. И саперное отделение, которое будет выполнять задачи по разведке брода и уничтожению мин и разведке минного поля. Абсолютное внимание и полная сосредоточенность. Во время поиска взрывоопасных предметов саперы слышат только стук своего сердца, сигнал миноискателя и приказы командира. Выверяется каждый шаг. При этом все отделение действует как одно целое. Бойцы тренируются не только в совершенствовании своих навыков, но также в работе в команде. На данных соревнованиях будет два препятствия. Это брод заминированный, а также минное поле с противопехотными установленными минами. Задача пройти два испытания максимально быстро, но и максимально четко. Мы настроены на победу. Лейтенант Лямзин – выпускник военно-технического факультета БНТУ 2016 года. В инженерной бригаде он один из первых кандидатов на участие в армейских играх. От каждой тренировки командир взвода стремится получить максимальную отдачу. Стараемся с бойцами разбирать вечером непосредственно на бумаге. Мы уже задуманы все наши планы, пытаемся воплотить уже на поле днем. Тренируемся также по вечерам. У нас есть городок спецподготовки на оттачивание работы с минноискательными. Дел на соревновательной дистанции хватает и экипажам многотонных машин, таких как путеукладчик БАТ. Задача расчета не просто – убрать горы песка и засыпать ямы. Требуется проложить ровный путь, чтобы по нему смогла пройти целая колонна, как гусеничной, так и колесной техники. Механик-водитель Алексей Харук прокладывает трассу с первого захода. В инженерном деле это высший пилотаж. Есть разные грунты, есть тяжелый грунт, легкий грунт. Какой засыпается лучше, какой выталкивает будет. Земля мокрая, тихая. Чтобы открыться, пау там нету, ни гидравлики, ничего. Все открывается механически. Сержант Харук и командир отделения Константин Шепелюк – участники армейских игр 2016 года. После удачного выступления на международных стартах они продолжили службу, но уже на контрактной основе. Оба считают, с выбором профессии не ошиблись. Я рад, что есть возможность поучаствовать в таких соревнованиях, чтобы разнообразить свою службу. Из-за этого надо стремиться выполнять все задачи на высшем уровне, чтобы попасть в команду. Еще одно испытание, которое ожидает инженеров – расчистка лесного завала. Оператор машины разграждения с помощью манипулятора должен поднять бревна и опустить их в небольшие бочки. Стальной манипулятор в этот момент становится продолжением рук мастера. С его помощью можно разобрать практически любой завал, что военные инженеры не раз демонстрировали во время учений и при ликвидации последствий разгула стихии. Это очень положительно влияет на боевую подготовку, так как мы все задачи, которые при подготовке к конкурсу, выполняем также в повседневной жизнедеятельности при выполнении учебно-боевых задач. Поэтому мы отрабатывали свое мастерство, а этапом завершения – это будет этот конкурс, безопасный маршрут, на котором экипажи покажут свои наилучшие качества. В этом году международные соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа. Всего планируется провести 28 конкурсов на территории пяти стран. Армейские игры обещают быть интересными и зрелищными. А за наших мы болеем уже сегодня. Мы продолжаем знакомить вас с историей вооруженных сил в очередной серии нашего проекта «Армия. 100 лет истории». 17 сентября 1939 года Красная Армия начала освободительный поход, в результате которого произошло воссоединение Западной Белоруссии и БССР. СОССР. ШПОВАЙСЕНСЬ КАНАЛ КАНАЛ 20 сентября 1939 года разведподразделения 29-й танковой бригады, находившейся в Пружанах, в ходе рейдов в направлении Бреста вошли в соприкосновение с частями дозора 19-го моторизованного корпуса генерала Гудериана. Стороны начали согласовывать детали передачи города и крепости. Переговоры продолжались два дня и закончились успешно. 22 сентября во второй половине дня немцы оставили Брест, уступив его советским войскам. Впервые фотоматериалы из Бреста, которые ныне используются в качестве аргументов версии о совместном военном параде частей Красной Армии и Вермахта, были опубликованы в официальном немецком издании 1939 года «Великий германский поход против Польши». Кстати, определение – совместный парад. В тексте книги нигде не встречается. Что следует из этих фото? Во-первых, на прохождении немецких подразделений действительно присутствовал советский представитель, который фактически контролировал выполнение немцами, достигнутых в ходе переговоров договоренностей. При прохождении советских подразделений ни одного немецкого офицера или солдата на трибуне и улицах Бреста уже не было. Другими словами, это была обычная в таких случаях церемония ухода из города одних войск и вступления других. Взаимоотношения с немецкими войсками не были безоблачными. Инциденты возникали в различных местах. 23 сентября в Каменецком районе Брестской области части 10-й танковой дивизии Вермахта обстреляли советское подразделение. Из донесения командира разведывательного батальона 8-й стрелковой дивизии капитана Василия Маргелова. В 16.00 конный разъезд разведбата был обстрелян пулеметным огнем из немецких танков. Есть убитые и ранены. Бронемашины отбили и подожгли один танк. 20 октября 1939 года командующий 4-й армией Белорусского фронта Чуйков обратился к командирам частей и соединений. Для изучения опыта войны и штатно-организационных вопросов прошу на основе боевых действий дать ваши соображения. И еще одна важная деталь. Во всех штабах воинских частей появились переводчики немецкого языка. В каждом соединении комплектовались офицерские библиотеки с литературой о Германии и Вермахте. Это еще одно свидетельство того, что советское руководство и командование Красной Армии не испытывало иллюзий относительно дальнейшего хода событий. Из берлинского дневника у Уильяма Ширера, американского корреспондента в Германии. Берлин, 30 сентября 1939 года. Гитлер выиграл войну в Польше и проиграл ее там, России. Советы теперь блокируют Германию от ее главных целей на Востоке – украинского зерна и румынской нефти. Продвижение Красной Армии завершилось на линии Керзана. Она в значительной степени совпадает с нынешней границей между Польшей и Белоруссией. Линия Керзана. Установлена международной комиссией под руководством министра иностранных дел Великобритании лорда Керзана 8 декабря 1919 года в качестве восточной границы Польши. Она в основном соответствует территории расселения поляков к западу от нее и территории расселения белорусов, украинцев и литовцев к востоку от нее. Поэтому Западную Белорусь никак нельзя называть Восточной Польшей, как это трактуется в некоторых либеральных кругах политиков и историков. Интересный документ приводит в своей книге «Армия Краева на Белоруссии» историк Евгений Семашко. Из депеши номер 499 штаба генерала Сикорского «Гроту» от 5 февраля 1942 года. В связи с ситуацией на Восточном фронте желательно максимально не допускать движения немецкого транспорта. Приказываю усилить акции саботажа в районе узлов Волковыск-Барановичи-Брест-Жабенко. Извечные польские территории берегите Хан. Это говорит о том, что ни пяди польских земель Красная Армия не заняла. В то время это отлично понимали и принимали руководители крупнейших государств Европы. Из письма премьер-министра Великобритании Ллойд Джорджа польскому послу в Лондоне. Русские армии вошли на территории, которые не являются польскими и которые были аннексированы Польшей силой после Первой мировой войны. Различия между двумя событиями становятся все более очевидными для британского и французского общественного мнения. Было бы преступным безумием ставить их на одну доску. Как известно, ни Великобритания, ни Франция, являясь союзниками Польши, не объявили Советскому Союзу войну, поскольку не считали его агрессором. Уже через месяц после начала войны, 1 октября 1939 года, Уинстон Черчилль заявил, для защиты России от нацистской угрозы явно необходимо было, чтобы русские армии стояли на этой линии. Во всяком случае, позиции заняты и создан Восточный фронт. Уинстон Черчилль все понял правильно. 17 сентября 1939 года, войдя в прямое соприкосновение с вермахтом, Красная армия начала занимать свои исходные позиции в скорой схватке с фашизмом не на жизнь, а на смерть. До начала Великой Отечественной войны оставалось менее двух лет. 28 сентября 1939 года в Белостоке открылось Народное собрание. Делегаты форума обратились в Верховный Совет СССР с просьбой о принятии Западной Белоруссии в семью народов Советского Союза. Из закона о принятии Западной Белоруссии в состав Белорусско-Советской Социалистической Республики. Принять Западную Белоруссию в состав Белорусско-Советской Социалистической Республики и восстановить тем самым великий белорусский народ в единое белорусское государство. Минск, 14 ноября 1939 года. Так завершился третий освободительный поход Красной Армии на территории Белоруссии. Было понятно, что фашистская Германия не откажется от своего стратегического плана – похода на восток. Граница БССР передвинулась далеко на запад, изменилась и дислокация войск. Штаб Белорусского военного округа переместился из Смоленска в Минск. Верховный Совет в ноябре 1939 года принял закон о всеобщей воинской обязанности. Страна и армия готовились к предстоящим сражениям. Но об этом в следующем сюжете нашего проекта «Армия. 100 лет истории». Вы смотрели «Арсенал». С вами был Владимир Бурко. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воентв.мин.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. Всего доброго. До встречи на телеканале «Беларусь-1». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...